Давным-давно Ох, такой неурожайный год удался, еще даже зима толком не началась, а у нас с Таей дома все полезные ископаемые закончились. Придется на рынок идти. Никак не могу привыкнуть к вашим зимним месяцам. Аппетит такой, что ух. Что? Тик, ну это ты про какие полезные ископаемые говоришь? Какие-какие? Те, что в холодильнике хранятся, ну или в подвале, у кого как. Так, а ну-ка поподробнее, что именно ты имеешь в виду? Какой ты непонятливый. Ребята, кажется у Артема что-то с памятью. Значит так, слушай внимательно. Полезные ископаемые это картошка, морковка, речка, свекла, лук, конечно. Капуста? Эй, нет-нет-нет, ты меня не путай. Капуста сверху растет, так что она не полезная ископаемая. А вот полезных ископаемых в этом году мало уродилось. Мы с Таей только мешок насобирали и уже все съели. Ой, привет, ребята. Вы слышали, что Тик тут видел? Картошка полезная ископаемая. Привет, ребята. А чего это он смеется? Ясное дело, картошка полезная. Особенно с маслицом, с лучком, с укропчиком. А вкусная какая. Разве же картошка ископаемая? Ну вот сразу видно, ребята, что не в деревне Артем живет. Это же любому известно. Картошка растет в земле и осенью ее нужно копать. Вот она и ископаемая. А вот и нет, а вот и нет. Ты все перепутал. Полезные ископаемые это не овощи. А что, фрукты что ли? Глупость какая. Их же не нужно выкапывать. Так что они не ископаемые. И не фрукты. Полезные ископаемые, ребята, это то, что природа спрятала глубоко-глубоко под землей. Ну, например, уголь. Но он же полезный. Чего? Уголь полезный? Ты его вообще пробовал? Он же невкусный. Тик, ты что? Я же не в том смысле сказал полезный, что его едят. А то, что им топят печки. Он помогает согреться зимой. Ну, разве это не полезно? А, ты про это? Ну да, зимы у вас холодные. Тогда, конечно, полезный. Вот видишь, а есть еще и другие. Нефть, например. Из нее, ребята, делают бензин. А, слышал, слышал. Без этого бензина, кажется, машины не ездили. Полезных ископаемых очень много. Это и железо, и медь, и газ. А газ это тот, что из плиты на кухне идет. Да. А из металлов делают и машины, дома, и телевизоры тоже, между прочим. А ну-ка подумай, что еще может быть полезным ископаемым? Да что ты мне такие сложные вопросы задаешь? У нас в эльфийском царстве-государстве просто так землю не копают ради каких-то там полезных ископаемых. Не знаю я. Золотые алмазы у вас в вашем царстве-государстве есть? Ой, да конечно, полно. Сколько хочешь, бери. Только, ребята, они у нас не в земле, а так, сверху валяются. Многие находят, а потом хвастаются. Везет вам. А у нас разные драгоценные камни относятся к полезным ископаемым. И чтобы их достать, надо очень много труда приложить. А, так вот почему эти полезные ископаемые носят на себе ваши девчонки. Потому что они очень ценные, и не так уж просто их найти. Они же так любят всякие сережки, колечки с ископаемыми, и бусы тоже. Вот видишь, а ты говоришь, картошка с морковкой. Ой, да ладно тебе, я же не знал, с кем не бывает. Спасибо, что рассказал про эти ваши полезности. И вам, ребята, надеюсь, интересно было. А теперь давайте мультик посмотрим. О, это моя любимая часть. Ну что, Тик, ты запомнил, что такое полезные ископаемые? Конечно, это газ, нефть, уголь, золото и много разных других ценных пород, которые находятся глубоко в земле и которые трудно достать. А не картошка, морковка, редька, лук и другие овощи? Только я так и не понял, а как называются мои ископаемые? Ну, те, что в холодильнике. Тик, это корнеплоды. Они тоже растут в земле и очень вкусные и нужные. А вот знаешь, я тут подумал, раз ты так хорошо разбираешься в овощах, не пойти ли нам вместе в магазин и не пополнить мои холодильные запасы? Ну, ты хитрый, Тик. Как же я могу тебе отказать? Пошли, только с ребятами попрощаемся. Пока-пока, ребята. Пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»